очень сложно разговаривать с людьми которых ты давно и кажется неплохо знаешь ты ждешь от них определенных реакций определенного настроения ждешь даже каких-то ну как кажется точных шуток а потом приходит совершенно другой человек простуженный немного грустный и готовы рассказать о своих проблемах сегодня у меня в гостях саша волокитин а это маруся загорская и программа честное слово появилась кассета кто ты у всех да и из каждого окна звучало тпд что это такое так можно рубцов скронина рэпа я все чаще всего пишу стихи когда мне плохо да я же думаю что клоун такой веселый нет я ел антидепрессанты и мне не стыдно об этом сказать многие эти ребята давным-давно уже живут в москве я тоже жил в москве и почему ты сейчас не в масса я не понял как москве зарабатывать деньги через постель никогда не было такого никогда вообще ты откуда там пресс алтая приехал вот и есть там на комбайне своем убирать значит ружь типа что ты здесь делаешь такая бездарь я тут за тобой немножко понаблюдала неделю и всю эту неделю заходя утром вконтакте было написано саша волокитин был онлайн в 5 часов утра вот я знал что мы об этом поговорим почему-то когда сюда ехал и рано как рыбак встаешь или поздно я не ложусь вообще спать я общего не знаю что у меня делать не просите пожалуйста с этим я думаю внешний вид я очень-очень болею ангиной непонятно чем и еще бессонница у меня до 6 утра я я все вчера смотрел это потрясающе абсолютно смотрел иют на ю тубе канал паши про такой есть рыбак смотрел как он из ручья ловил окуня серьезно в 6 утра что спать мешает какие мысли нет мысли никаких я просто понимаю что у меня режим чертовой матери полетел весь куда-то и это мне очень не нравится мне очень это не нравится но я не знаю что с этим делать я никогда не любил рано вставать школу я сюда вставал спинками а потом когда в профессию вот этот вот замечательно вошел когда по ночам мы живем тогда все вообще я так живу уже на на лет 15 это это ужасно отражается на здоровье ужасно отражается на здоровье да хотела поговорить с тобой о твоем детстве в рубцовске ты же оттуда было такое на детство 18 лет я там прожил родился учился только что не женился ну про то что почему не женился еще поговорим нет я не гейс нормально это единственное в чем я уверен стати в этой жизни у риотов тв был была такая такая история какую субкультуру выбрать для ребенка и там были субкультуры цыгане эмо и милиционеры но вот в рубцовске там тоже есть ряд субкультур вот там примерно тоже цыгане милиционеры заключенные как среди всех этих субкультур вдруг образовался саша волокитин репер слушай ты знаешь на самом деле я так тепло вспоминаю все вот эти вот движухи которые в рубцовске происходили это было как-то необыкновенно правдиво что ли то есть было тогда русская радио рубцовский был страшным фанатом всех этих движух типа радио такое радио полноформатное музыкальное радио это же было вообще для человека который увлекался какой-то музыкой просто чем-то там пау там были какие-то игры туда-сюда у меня был дисковый телефон у родителей я постоянно там название на радио там на всех ведущих там выигрывал каких-то конкурсах там вот и была программа такая сейчас помню назывался рубцовские бульки людей что понять что такое бульки я объясню бульки такая выдуманная величина была двумя таким молодыми и яркими ведущими как мне тогда казалось и они наливали в кружку какое-то количество какой-то жидкости от спонсоров там бум 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 и нужно было угадать сколько булек в кружке по звукам одно теперь миллилитры видимо какие-то вообще рубцовский очень рано это все появилось мне кажется раньше чем барнауле рубцовск родина рэпа там было и би была группа такая cash on delivery это человек который мне кажется очень намного больше бы мог если бы он сейчас где-то на плаву находился сейчас где-то в питере вроде бы живет он очень талантливый чувак там вадик май там все старых хип-хоп комьюнити прекрасно понимаю таком идет речь вообще и там были такие чуваки назывались и черви и вот какой-то они танцевали брейк-данс рисовали граффити там в девяносто седьмом восьмом начале двухтысячных это были самые модно круто вообще неимоверно и вот было интервью на радио к раз одним из чуваков который делал какой-то хип-хоп и поставили песню мои слезы моя печаль в эфире и просто что это такое так можно это что такое вообще за музыка стрелять и я просто сошел с ума и таблетку типа что что такое и потом буквально месяц другой появилась кассета кто ты у всех и из каждого окна звучал тпд цел там и потом весь бэдби альянс начался естественно появились эти все широкие штаны весь этот брейк-данс там да типа и какая-то тусовка я там начал тогда впервые первые наверное какие-то такие типа бубнёшки да там по ампу по ампу по ампу по ампу тебя ни разу за широкие штаны по морда сучали не слушай никогда такого не было я как-то двигался всегда вот да казалось бы я никогда не был там спортсменом там каким-то там лишь это вообще в рупцовский слов в рупцовский сложное детство мать его реально потому что я недавно слушая недавно разговаривал с мамой об этом и ну теперь да в силу своего возраста я могу разговаривать с родителями на любые темы да и где-то можем даже матюгнуться то все там да то есть как-то нет никаких границ особо мне звонили родители ты вообще просто охренели вы своими друзьями пришли они могли пьяные там 10-11 классе прийти к моим родителям там за дядьми шут мы не можем донести до дома можно сегодня папа там раскладушку стоял на кухне там и все а мы были в парке мы тусовались да я видел там слушайте я видел кошмарные вещи правда ну то есть там правда блин там можно было если ты как-то как-то не умел за себя сказать там постоять там можно было просто мне кажется отхватывать просто невероятно когда случился тот переломный момент когда рубцовская когда здравые мысли в саши волоките не победили все-таки это же они рубцовск а не было у меня такого переломного момента у меня рубцов до сих пор саши волоките не живет он никуда из меня не делся ну давай по-честному ты же не можешь оппоненту вилку в глаз воткнула там это все стереотипы мне кажется рубцовский рубцовск это мы наверное говорим с тобой разных вещах ты говоришь о ком-то зверстве я говорю обычном там уличном воспитании каком-то там да когда ты идешь там какие-то там где-то стычки потасовки где-то район на район от эти все истории там ты знаешь этого этого знаешь этого не знаешь да ну то есть какие то вот какие то я не знаю особо криминальные какие-то истории это вообще не ну не про меня я как-то всегда учился хорошо в школе там занимался на баяне ходил до этом у меня просто были хорошие друзья никуда там не лес особо в бутылку ну то есть а как ты решил что что ты будешь заниматься музыкой как профессии я до сих пор не понимаю где-то дорожка понимаешь на которую я свернула она и правильно ли она правильно ли она или нет до сих пор не понимаю наверное все началось вот как раз какое-то творчество вот именно какое-то такое вот в университете да естественно я буду наверное крайне предсказуемым но к вен это немаловажная история к вен это такая движуха к вен это друзья и связи какие-то ты просто где-то светишься с кем-то знакомишься и все начинает вот переходить в какую-то творческую атмосферу писал писанину какие-то стихи песни то есть у меня была такая рифмованная составляющая да я не могу сказать что там был какой-то юмористом от бога да и до сих пор наверное не являюсь мне всегда никулинг саш ты в к вене очень плох был очень был плохо потому что ты вот не можешь вот статически стоять и нормально типа долбить шутки пошли от всегда волнуюсь я даже если вы заметили сейчас сижу трою вот так как богдан титамир урганта я вчера только смотрел два года назад потом какие-то были там первые моменты там университетские там записи какой-то там ездил к чуваку там на солнечную поляну мы куда с ним бубнили там рэп вот а потом потом произошло так что я начал его сих заниматься всей истории а его си у нас родилось из дк сибэнергомаши дк сибэнергомаш является малой моей родиной слушай вот кстати его си ну раз мы до этого доплыли до его сей почему такая странная тема вообще вообще не странно эта тема с детства мне близко я объясню как это все вообще начиналось у меня есть такой друг андрей юдин его зовут он сейчас работает у ирины дубцова уже сто лет там клавишником в москве живет и вот как-то мы там пересеклись через серегу даронина там старые вот эти все наши движухи музыкальные и я стал у него зависать на студии мы стали какие-то песни писать туда-сюда там я с глебом познакомился глеб пришел на что-то там с такими глазами рассказ про сектор газа естественно про что может гиб еще рассказывать мы зачем-то перехлестнулись на какой-то этой теме и как-то попробую еще оля канареева здесь жила такая из группы evolution и мы написали песню там я в рыбалку уйду с головой там чутоком ватных штанах и все это мы с пикалом познакомились на фоне сектора газа там любви моей подростковой его нынешней их собственно и вечной любви да и рыбалки и я рыбак вот такой прям заядлый глеб и мы решили а почему бы нет понимаешь почему бы не писать песни про рыбалку и начали писать а люди стали это есть а кстати у нас была песня поешь подскорбоком перри про поража опарыша разве вот эту методику учи и даже в 6 утра к нему я подходил спросить ну как дела а по ты еще все так совпало с тем с такой эрой популярности там тасс а вот это может быть вот это вот тусовка которая была полу вульгарная полу юморная вот крутая была самая тусовка барнауле до сих пор по этим временам вую на луну если почитать песни и тексты песен то там как-то не все так как бы вот знаешь ну мне кажется что чувствуется интеллект создателей не сказать что прям совсем какие-то люди бездарно если если бы нашу песню разбирали где-нибудь на уроке литературы в 11 классе учительница бы спросила что хотел сказать автор да и наверняка сказала бы что что-то другое может быть да они бы нашли подводные камни потому что мы но по это символисты как блок такие мне непонятно как люди современные люди пишут стихи и как вот как ты саша волокитин садишься писать стихи например к такой заказухи как гимн барнаула ну то есть вот как бы понимаешь я понимаю с одной стороны что это заказуха заказуха с другой стороны но был у меня такой момент жизни когда я тоже ехала в такси под радио мимо дворца спорта до тех пор пока его вот вот пластиковым сделали и там дети катались на коньках типа тренировались на таких пластиковых и друг заиграл этот гимн и ты знаешь я на это все посмотрела у меня даже слеза выкатилась ну как бы вроде я понимаю что а вот как это смотри ты сейчас вообще вопрос неправильно построила потому что как саша волокитин пишет стихи это одно потому что я не считаю стихами там какие-то заказные истории гимн барнаула это не было заказуха это не было заказуха это был такой творческий эксперимент с андреем нартышем совместный никто за это не получил никакие деньги там ничего давайте по сделаем ну давай для нас со слоном тогда с лёхой силанте это была такая знаешь взгревная просто история прикольно да вот типа все задействовались в этом там такие артисты какие-то тут на студии пришли поработали ручки покрутили что-то написали слушай на самом деле сейчас она выглядела это так как будто бы это буквально был заказ городской администрации ничего подобного может быть у андрея был заказ у меня это не был заказ никакой я просто это написал и я не могу сказать сейчас что мне очень нравится эта песня да вот с высоты про прошедших лет так скажем то есть ну наверное если бы я как-то делал сейчас вот я бы сделал может быть как-то по-другому там вот так все как-то не знаю примитивно что ли так по-юношески как-то так все сделано и вообще вот эта вот история гимнописца которая ко мне прилипла но она наверное не совсем верная просто но это работа мы этом а что а что что тебя почему ты так пытаешься откреститься от этой истории я не пытаюсь от этого откреститься ни в кое никоим образом я сделал эту песню и эта песня вот она существует она живет и люди ее любят и где бы не включили даже сейчас в крафтбургере включают они когда я прихожу специально включают поганцы мне всякие песни мои причем но и такие сомнительные зачастую да ну то есть гимна все-таки она не такая сомнительная она обычно типа добрая песни таких песен миллиард понимаете она не уникальна да то есть не ничего не приятно посмотреть на себя там с челкой взъерошенный вот я смотрю свои старые видео когда вот вчера колупался буквально ночью же я не сплю я смотрю старые видео от какие то что там проездах происходило мне страшно ты не спишь ночью смотришь старые видео с собой да кошмар это просто я почему я не стригся вообще раньше никогда почему у меня была такая вот челка всегда я не понимаю у меня у меня не было денег на барбершоп тогда или как-то вот почему ты сейчас разграничиваешь вот эту историю и те стихи ну тогда хорошо а про какие стихи можно поговорить про которые как раз стихи можно поговорить которые когда меня вскрывает типа там вот сидишь вечером дома и такой как плохо мне блин я все пишу стихи когда мне плохо да и проще всего когда тебе хочется что-то как-то немножко облегчить свое состояние вот этого депрессника который во мне постоянно присутствует я же думаю что клоун такой веселый нет я самокоп я очень депрессивный довольно таки уже наверное не юноша но тем не менее по вот и когда хочется как-то вот это все вот куда-то куда-то выплеснуть вот это все я пишу вот чаще всего мне это помогает я беру какой-то там свои свои собирательный образ или образ как какого-то конкретного человека потому что ну слушайте давайте не будем скрывать да у всех у нас есть какие-то моменты которые мы можем обратиться до чтобы вызвать у себя какие-то эмоции я думаю а сейчас у тебя какой период много стихов я меньше стал писать почему-то намного меньше и знаешь это один из вот моих таких панических страхов я когда думаю о том что санек они списался ли ты не занимаешься ли ты графоманством не не пытаешься ли ты себя выдавить и когда я понимаю что вот в некоторых моментах типа это происходит я такой думаю господи боже мой как это плохо как ты как ты отделяешь то что вот это вот там хорошая этот плохо я быстро пишу стихи когда я сажусь и вот типа не я не думаю вот какие-то штуки до которые мне самому нравится которые вот сделал они как правило вот сел просто и записал даже не не там не думаешь ни о чем там я вот значит писал так какие всегда истории когда мы с царство небесное работали со сватом из территории 22 такой известный музыкант был барнауле мне нравится очень очень творчество я считаю из всего вот рок-н-ролла который когда-либо был создан на территории вообще барнаула там да наверно даже алтайского края это был самородок человек дюжо таланты потому что это ни с чем не сравнимы какие-то аллегории сказки слог и вот слушай когда нужно было вариации на его песни написать какие-то я ничего не думал я просто садился он меня настолько вдохновляла его творчество что я просто садился типа и писал очень хочется сделать кстати вот мне не все нравится как у него записано ну я имею ввиду качество записи но я считаю что это блин гениально и хочется иногда сделать какую-то вот такую историю что это все под переписать бы и как-то вот оформить какое-то другое немножко я просто хочу вернуться к твоим к твоим песням да я абсолютно обыватель в этом но я например считаю что песня стеклопакет могла бы играть на федеральном любом радио вообще легко и по ней бы плакали девочки не только из барнаула не только я не только там я не знаю еще кто-то я поменял бы там несколько оборотиков реки горы лисы норы споры сахарный песок путаны все споры в огненный томатный сок девятиэтажный профиль не ведет со мной бесед да и что ты там услышишь через стеклопакет ее можно было бы да сделать какую-то более людскую такую песню она все-таки такая для для можно материться один раз для пострадальцев песня такая ну это понятно все мое творчество собственно ну просто а что тебе мешает в этот продукт упаковать и как-то его продвинуть прикольно хоть какие-то люди мне сейчас объяснят как это делается ну поехали давай с чего мы начинаем кинется аж я хочу спросить ты же звезда чего нету у сашки волокитина что есть допустим у какого-нибудь прости господи тимати да почему тимати это тимати а сашка волокитин до инвестиций нет у меня то есть в любом случае чтобы сделать какой-то проект федеральный нужно слушать любом случае вот слушай я тебя скажу откровенно вот да вот давай попробуем сделать youtube канал да там какой то не знаю там попробуем там залить по пабликам вконтакте но сколько денег нужно потратить на это изначально ну 100 тысяч рублей жалко ли мне 100 тысяч рублей мне жалко 100 тысяч рублей потому что я не уверен в том что это какой-то камбэк приобретет но я знаю что ты пытался сбоку зайти до через постель никогда вообще я пыталась найти телешоу в котором ты не участвовал участие дали шоу музыкального толка в котором ты не принял участие фактор а я не у него нет были шоу в которых тебя не показали но просто как бы там типа был хотите расскажу вот никто не я никогда не рассказывал почему меня не показали например в телешоу главная сцена хотите расскажу как было интересно это же потрясающая история вот слушай эксклюзив для той программы о сажда в общем мы я прихожу на кастинг у нас фильмы там был евгений орлов такой знаете продюсер пятых мошенников бывшего я говорю я хочу петь песню романс николая носкова да что ты эту песню зашоренна это надо какую-то свою там придумать вообще историю другую чтобы балдежным было такой в шапке пришел давать тогда пропала собака там живущая в нашем дворе от родиона о прекрасно пропала собака живущая в нашем дворе а с кем ты будешь спать вот у меня мишка ковалев и лёшка ну давайте я прихожу к слону мы значит пишем подложку там какие-то перкуссии там еще что-то и репетируем это все да естественно всем музыкантам заведен клик в уши мы выходим на сцену да и чтобы вы понимали ну то есть такую техническую сторону вопроса что два музыканта слышат метроном и вот клавишник и гитарист играют под метроном и под вот перкуссию которая прописана там плейбеке у нас и григорий лепс который вел эту программу от ребят а где же у вас барабанщик а уже эфир идет а мы говорим мы сегодня без барабанщика он говорит ну а я-то так хорошо играю на барабанах что я вам сейчас помогу ребята и он садится за барабанную установку то есть у этих двоих клик в уши то есть они играют под метроном садится лепс начинает там по-своему что-то поливать то есть получается какая-то дикая вещи просто каша и я понимаю что я нахожусь там среди четырех этих продюсеров да и тут жюри там все сидят просто просто я и тут саша волокитин в шапке выпрыгивает господи слушать у меня все мы спели причем самое интересное наши пропустили дальше но там же был там были самые огромные помои это моей жизни за 32 года вот они были от виктора дробыша который сказал ты там такой секой там ты иди ты откуда там пресс алтая приехал вот и есть там на комбайне своем там убирать значит рожь типа что ты здесь делаешь такая бездарь а юрий антоновского ну витя витя ну 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 что ты ну парень же приехал вот так и было да проект песни мне кажется вообще был для вас потому что там типа очень важно было писать свои песни а вы так как раз те люди которые могли это делать крутой был проект вот кстати на самом деле песни на тнт так было здорово и весело и вам мотивировали почему вы дальше не проходит абсолютно я тоже знаю эту историю ну вот я хочу ничего давай нам закулисье закулисья громких телепроектов первый тур вы все видели там если в интернете все очень весело нормально я следила за долбанули оба продюсера нам тимати и фадеевской ли молодцы то есть как прокачали дядю максима мы грим конечно да все а второй тур но тебя я принес песню там был такой сейчас человек уже в black star не работает марка джакома продюсер он занимался внутриком этим всем песенам вот я ему принес песню одну и он и риск он типа да вот типа он его выбрали я гоню суши нельзя эту песню потому что ну это же вот слив же прям точно он сказал я продюсер я все знаю потому что у меня еще были песни естественно в загашники какие-то которые мы с глебом репетировали в гостинице сидели я понимал что с этой песни могу залететь дальше мне не позволили петь то что я хочу мне сказали петь нужно это и ты ничего не понимаешь ты не продюсер в итоге мы шли буквально на гильотину я там кстати так переживал на втором туре это было просто жесть просто жесть ты говоришь продюсера марка джакома я кстати на него подписалась в твиттере а потом отписалась то что он писал с ужасными ошибками органические я не могу принимать такого человека я понимаю что он может познакомиться с девушкой и она начинает писать вот так вот я перестаю с ней сливаешь серьезно мне не нравится я недавно знаешь поймался на мысли я недавно кому-то рассказывал об этом что у меня недавно было в ресторане в одном девочке она что-то мне там писала а потом она танцевала перед сценой например и она не ритмично двигалась например вот так вот я обломался просто прикинь вот меня может такая мелочь саша я вот у тебя хотела спросить а по какого фига ты еще не жена не знаю ты такой этот парень да никому и добрый сушки вы не знаете меня добрый парень я на самом деле ужасный человек страшный ну да теперь мы поняли если ты можешь слить девчонку во первых она там они там забитую поставила все ты молоките но не подходишь не ритмично танцевала под сценой волоките но не подходишь может ты ничего в танцах не понимаешь может быть это был контент да контент отлично послушай у меня очень сложно всегда с какими-то отходосами вот от каких-то отношений прямо я так долго-долго я потом понимаю что там о приколь 10 лет прошло я там каких-то своих опять же постраданиях второй раз употреблю это слово он пребывал там так долго и вот как бы так это и вообще стрёмно мне не нравится очень состояние такое зато писать позволяет вот и опять же до палка двух концертов вот это ты ты может быть сидишь на игле страданий но слушаем я так нумеролог сказал недавно что я сижу на игре страданий и к нумерологу ходил ну так получилось нечаянно она достала тетрадку ведь ты просто послушаем на 15 минут вам говорит что хочешь я сидел у меня чуть слезы из глаз не брызнули я не могу только с собой под одеялом об этом разговаривать то что она мне говорила понимаешь вот реально это настолько как-то меня удивила я удивился очень как сашка волокитин друг появился на федеральном канале музыкант сашка волокитин зачем он тратит время на то чтобы на федеральном канале рассказывать про рыбалку слушать ты знаешь это на самом деле история два года я уже там нахожусь наверное да вот не хотелось бы чтобы эта работа закончилась потому что это прям мое-мое мне нравится очень когда тебя узнают на трассе в узбекистане например меня узнали чувак ты перешел остановился через четыре полосы да то есть трасса с ташкент самарканд ты представляешь а мы стояли на садарье просто я стоял с моей с продюсером из двумя операторами он будет а где это то есть гитары там кузнечиков и мы такие миша гид а ты можешь мужик это еще раз камеру сказать никто же не поверит потому что во первых они мне позволяют расширять границы моих путешествий а я не понимаешь я не могу находиться дома я вот болею пятый день да вот я просто схожу с ума у меня вот лето я провел как 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 волокитин провел лето вот я слушаю просыпался да я просыпался я даже не завтракаю дома я просыпаюсь сажусь в машину уезжаю приезжаю там вот поздно припоздно я где-то нахожусь но вне дома у меня нет дома здесь как такового я не ощущаю себя вот в каком-то месте вот типа я нахожусь и мне здесь кайфово не могу владимиром владимировичем позднером я бы спросила от кого вы бежите я не бегу не от себя бегу слушай но это бесполезная история у меня синдром бродяжничества общем я считаю это так называется потому что мне очень нравится вот взятие рюкзак лонгборд и там все пропади все пропадом если бы я был немножко физически более выносливый мне кажется ну то есть я ипохондрик не для кого-то не секрет у меня вообще посещают мысли что если когда-нибудь сойду с ума да или буду понимать что я что-то делаю не так в этой жизни а такое может быть у каждого я просто пойду куда-нибудь вообще в тибет уеду там в монастырь и просто и буду там кочумать и мне очень близко к восточной философии очень люблю этот каждый вечер когда не могу заснуть все заканчивается тем что я включаю что-нибудь о буддизме там или что-то процентом какой-нибудь неплохая программа сначала смотришь свои старые видео неплохо я еще смотрю эротику саш ну ты оказывается разносторонний человек это не ничего в этом хорошего тут точно нет переходи на порно я намного лучше я все смотрю да ты ты любишь порно да я вообще-то женщина из крови и плоти как можно не любить порно даже хорошо а ты когда-нибудь сам звонил кому-нибудь и говорил иван петрович вот я сашка волокитин у меня такие стихи и не слушайте мира можно как-то мне там в москве что-нибудь как-нибудь вот это вот это не про меня такая история вот я не могу так где они знают я не поняли не чувствую в себе вот ты вот такой как сказать право и не чувствую в себе что ли такого звонить кому-то и предлагать какие-то свои там услуги там или совокуда творчество но увидел понравилось предложили там что-то да можем что-то помочь тебе где-то вот в какой-то сфере так чтобы я был какой-то такой самонадеянный человек и заносчивый там что как же гениально этом что-то написал или сделал нет нет ты сейчас просто рассказываешь про про многих своих друзей и многие эти ребята давным давно уже живут в москве я тоже жил в москве два года с половиной и почему ты сейчас не в массу я не понял как в москве зарабатывать деньги вот правда я вроде бы много умею чего делать да вот так как казалось бы там умеешь что там лучше делать чем кто-то там вот это умеешь или бы это можешь делать а вот по сути когда я думаю так вот а вот практически навыки то вот как каковы мои и такой и раз такой в депрессии опять свою эту средневозрастную такой я иногда понимаю вот что слушай у меня бывают недели просто я вот просто у меня так вот сквозь пальцы так жизнь моя так просеивается я просто лежу на диване не делал ничего вот я не делаю ничего иногда думаю хотя бы ну может быть скачать это песни вот выучить вот знаешь вот эти вот мы занимаемся все не секрет да мы поем каверы причем а некоторые люди в барнауле почему-то считают что господи мы поем каверы вот в этом в нашем барнауле любимом да и мы такие все вот мы артисты понимаешь я вот этой темы в барнауле я не могу ее понять почему так происходит мы все поем белые розы потому что нам просто платят за это деньги я не считаю это чем-то сверхъестественным это тоже самое что ходить в офис работать я не считаю это искусством не считаю искусством петь каверы я считаю смотри а денег искусство не приносит получает и что дальше вот я тебе говорю нужно разделять творчество и работу мы поем песню бродяга по жизни холостой ему не надо жизни молодой когда приходит дядька он говорит я хочу бродяга в жизни холостой рассказать тебе ты бродяга по жизни холостой ну что это это типа творчество какое-то не это не творчество вообще слушай ну а может быть отказаться тогда от этих легких денег и они легкие блин вот опять понимаешь вот заблуждение вот это охренительное заблуждение вы ничего не делаете вы типа вот поете тегета работа блин вы устаете люди вот на выходе на работу вы устаете там приходите домой включайте телек идите больше там играть с детьми с собакой вот и мы тоже только мы еще по ночам работы мы поем не самые приятные песни местами нет я верю что это работа я просто про то что может быть тогда будет больше концентрации типа на творчестве и на творчестве тогда зарабатывать ты намекаешь на голодного художника но не ты же не просто так пошел на битву хоров вот пойду там потусу естественно все слушай ука 20 человек там было у каждого из 20 человек от меня но я там останусь но разве это не так было все слушай так изначально у этого была именно такая вот постанова вопроса когда это все закончилось грубо говоря так вот сейчас вот из вас сделаем группу из вас делаем исполнителей из вас делаем это 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 а потом как-то все исчезло и все этому нет объяснений никаких вы ели антидепрессанты хоть раз жизни слушая нет но есть у меня близкая подруга которая столкнулась с этим и потом ела антидепрессанты говорит это очень плющит реальность личность я ел антидепрессанты и мне не стыдно в этом сказать у меня был такой период кстати знаешь первый раз я жрал антидепрессанты когда мне куда было расставание там с девушкой длительное там расставание типа там паники на первая любовь ничего не ну просто как-то вот плохо не было и как-то вот я ел знаешь вот вопрос опять в том что я замечаю что с людьми если я пересекаюсь которые не думают они не депрессуют и все такие они глупые как правило как правило это глупые люди правда у них нет никаких проблем что она тебе дает да ничего она не дает она не дает только нигде негативные эмоции и самокопательство и все видишь ты же сам сказал что-то не нырочно для нет депрессия не почва для работы саш есть у тебя супер план именно творческий что-то такое сделать чтобы ты как понял что ты как художник реализован как творец пока ты что типа если касается такой такой постановок их вижу цели к ней иду целеполагание не про цели а вот про свое внутреннее удовлетворение вот что что тебе нужно сделать руки чтобы ты понял блин санек ну ты молодец по жизни я понял смотри мне сейчас нужно у меня дофига всего есть написанного лежащего в столе хочется это оформить и просто вышвырнуть чтобы от этого освободиться вот это хочется сделать так скажем бы творческого окружения которая готова со мной там где-то день и ночь там хотя бы месяцок пропадать на студии да то есть пока не пока нет писать новое хочу писать блин всегда хочу писать ты любишь людей людей не всех нет ну люблю выборочно очень очень выборочно собак больше люблю потому что работа у тебя такая которая подразумевает что как будто бы неплохо любить людей слушай есть люди прекрасные я и почему бы их не любить понимаешь я люблю открытых людей я люблю людей которые не камень они держат за пазухой понимаешь и таких людей видно сразу я где вижу никуда не настоящий на наигранность не настоящесть я стараюсь от этого информационного пространства свой чертовой матери просто очищать и отписываюсь там в инстаграмах это вообще от ненужного мне от всего страна что ты не смог опознать например ну как иногда подходит где-нибудь в ресторане говорят слушай ну нашу не про похороны вот слушай знаешь вот эта песня и синий лист упал календарь я лечу домой и ты говоришь ну я не знаю что это за песня ну за пятихатку ну нет тут извини но я не знаю этой песни то есть такое бывает